Всем привет! Рома на Красноярской земле. Здесь у меня будет четыре с половиной дня. Здесь я постараюсь максимально эти четыре дня все активно сделать обзор города Красноярска, побывать в самых значимых местах и сделать это максимально бюджетно, насколько это возможно. Я вышел сначала на центральную сторону вокзала, а хостел находится через пути на другой стороне вокзала, где-то там. Подъем в гору или сопку. Как в Красноярске правильно называется? Горы или сопки? Или сопки, как в Владивостоке, я не знаю. В комментариях пишите, если что, как правильно. Что-то здесь перекопали, проход временно закрыт, обход налево. Что там далеко обходить-то? Ё-моё! Вот плена я попал. Сколько обходить-то? Капец, а! Конца края нет этим деревянным домам. Половину уже прошел, километр осталось всего до хостела. Ну вот вроде заканчивается район с деревянными домами, калитка, выход куда-то в каменные джунгли. Что-то люди в лифт заходят, неужели работают? Мне не могу поверить, что тут работал лифт. Удивительно, очень удивительно, работает лифт. Я просто в шоке. Единственное, когда он приезжает, там что-то с цифрами напутано, написано 32-й этаж. Но вот такие там цифры. Знаете, не знали, заморачиваться. Подумаешь, 32-й этаж. С моста здесь просто невероятный крутейший вид на Енисей. Очень красивый вид, конечно. Здесь вот напротив хостела прямо маленький-маленький мини-парк. Парк Юнатов называется. А дальше, чуть подальше, есть еще другой парк Гремячий Грива, который очень, а вообще огромный по карте, уходит просто в бесконечность. Там начинается лес и можно за год куда-то далеко уйти. Вот чуть-чуть подальше буквально здесь. Совсем небольшой парк Юнатов, очень прямо небольшой, но очень уютный. Ух ты! А что здесь растет? Не поспела еще. Все время забываю, как это ягод называется. Не, она не поспела еще. На Алтае поспевшая была. Ранетки растут, что ли? О, там кто-то загорает даже. Ранетки. Блин, не поспели, жаль. Да, не поспевшие ранетки. Груши даже есть. Прикольно. И вон еще ранетки дальше. Так, здесь какие-то гаражи, какая-то полянка. И это получается вроде как начало парка. Ну, или просто лес, который уходит куда-то в бесконечность. А, тропинка даже есть. Ну, пойдем посмотрим, что за парк. Какая-то центральная, видимо, дорожка, которая очень-очень далеко куда-то уходит в лес. И выложена достаточно качественно. Прямо удивительно. Ни один этот не вылетает. Ни один кирпичик. Все ровненько выложено. Ну, круто, конечно. Не, но есть чуть-чуть, конечно, косяки. Не идеально, конечно, но достаточно качественно. Все равно выложено. Скамеечки есть посидеть. Главное народу никого. Получается, вот я вот здесь вначале, да, а лес уходит просто-просто в бесконечность. По сути, если так идти, можно, в принципе, и вообще в тайгу уйти при желании. Но весь парк за вечер обойти нереально. Просто время уже, ну, полуседьмого. Я как бы немножко сегодня подустал с поезда. И надо думать, куда завтра ехать. То есть, получается, три места главные. Это Столбы, Красноярская ГЭС и Ротельбан, лучшие в России. Ну вот, я с утра приехал на станцию Красноярские Столбы, на электричке. Вот сейчас буду разбираться, как теперь непосредственно попасть в парк со станции электрички. А пока не совсем понятно. Станция какая-то, не знаю, что-то совсем какая-то пустая. Народа вообще никого нет. Вообще здесь никого нет. Что-то странно. Кажется, я не маленько не там вышел. По-моему, надо было выйти на следующий. Станция Турбаза. А теперь пешком. Как-то туда иду по навигатору. Ё-моё, чё-то... Чё-то я маленько это... Лоханулся. Ну вот, я добрался до главного входа Красноярские Столбы. Вот надпись. Получается, остановка на электричке. Надо было выходить. Турбаза. А я на одну основку раньше вышел. Ну, два километра погулял. Я прогулялся лишний, что поделать. Так, навигатор показывает идти куда-то сюда. Но я немножко по-другому представлял. Может быть, это... Может быть, это не совсем центральный вход. Непонятно, где я зашёл вообще сюда. Дальше за поворотом мимо домов идём. Идём в скале чертов палец. Так, я пришёл оттуда. Можно было бы вот ещё вот отсюда пройти. Тут крутой подъём по прямой. И вот начинается тропинка в лес. Так, я в какую-то другую часть парка попал. Я смотрю, основная толпа внизу. Он по той дороге идёт. Но вот тоже чертов палец называется вот это вот впереди. Написано просто видовка. Красивейший вид открывается отсюда на Енисей. Просто обалденно. Привет. Белка, да, зовут? Всё, иди, иди. А вы не подскажете, вы местные, где самые лучшие? Столбы здесь или лучше там внизу? Нет, столбы там внизу. А здесь нету что-то... А, тут такие не очень, да? Лучше вниз, да, идти? Конечно, и вон туда надо идти, чем километр. А, здесь... Тут ничего нету, да? Нет, конечно нету, нету, конечно нету. Спасибо. Шуганите их, пожалуйста. Всё, иди, иди. Пошли. Чё гаешь-то? Белка, всё, я пошёл дальше. Белка, пошли. Белка, пошли. Пошли. Белка, пошли. Пошли. Белка, пошли. Пошли. Белка, пошли. 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 Ну что, местные говорят, я не туда иду. Надо вниз спускаться. До столбов, оказывается, 7 километров. Да, это круто, круто, чё скажешь. Ну ладно, будем спускаться. Надеюсь, тут будет какой-то спуск. Спуск, кстати, достаточно крутой. Ё-моё, как же я там спущусь-то? Там есть вообще спуск-то? Или тут летать надо? Как-то надо спускаться, ё-моё. Как же спуститься-то здесь, а? Что-то непонятно теперь. Не туда забрём. Так, ну вот здесь вот сбоку туда пройти надо. Ой, блядь, чуть не улетел. Вот он. Вот здесь, сюда надо спускаться на карачках. Ну, в принципе, тут можно спуститься реально. Вот отслез вниз, чёртов палец, вид снизу. Самый первый столбик маленький. Ну, дальше пошла такая благоустроенная уже дорожка. Здесь уже гораздо больше народов, что-то похожее уже. Что здесь, ну, туристическое уже место, а не там, где я наверху лазил. Тут, конечно, да, народу так уже нормально ходит. Вот я ничего не взял, надо было орехи взять с собой, а? Я бы покормил сейчас. Ой, какой он прикольный, да? Привет! Не боится ничего, да? Ксеня! Пойдём! Ксюша, пойдём! Ксюша, пойдём! Ксюша, пойдём на место. Здесь вот сувениры. На качельках покататься можно. Блины, кофе и медведи. Ну, вот здесь есть по пути пироги, блины. Более-менее сносные цены. Ну, нормально. Но я ничего не стал бать, потому что я абсолютно вообще не голодный. И я что-то всё с собой взял. Потому что время сейчас только без двадцати двенадцать, рано ещё. Совершенно не голодный, поэтому я лучше попозже там уже на месте своё поем всё. Асфальтовая дорожка идёт, я так понимаю, до самых столбов около семи километров. По бокам вот это вот деревянные, ну, пешеходные ещё параллельно идут. Вот, может, кому-то пригодится идея для бизнеса. Электрическая повозка. Тут можно поставить и возить людей. Ну, вот как вот в Краснодарском крае ещё где-то. Часто вот в таких местах, где далеко идти, вот эти вот электрические повозки возят. Почему здесь нету? Может быть, конечно, или запрещают, или что, или ещё что-то. Но если это не запрещено, то, я думаю, очень хорошая бизнес-идея. Судя по навигатору, уже почти дошли. Здесь есть туалет. Ага, да я вообще, если честно, посмотреть я просто не хочу. Да, интересно. Ну, круто что. Бесплатный, очень комфортный туалет. Подъём какой-то нескончаемый. Очень долгий. Конца края нет. С собой обязательно надо воду здесь. Минимум литр, а лучше полтора на человека. Либо тару пустую, там в роднике по пути, чтобы было куда налить. Вода обязательно здесь. Кажется, поднялись. Да, разрядка мощная. Столики есть, всякие лавочки. Можно отдохнуть, перекусить. Как раз обедать сейчас тоже буду. Ну, вот у меня с собой вкусная еда с собой. С магазина Командор. Хороший, кстати, магазин местный, мне понравился. Там вкусный хлеб, очень вкусный хлеб. Центральные столбы опять вверх дорога. А дальше всё подъём и подъём. Конца края нет. Но где-то тут уже совсем недалеко. Где-то рядом. Такой мощный камень. КОНЕЦ 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 Ну, очень необычно. Такой первый раз вижу. Такие камни. Как же они туда залезли-то, а? Со своим, интересно? Снаряжением? Или там есть, наверное, со своим? Блин, ну там жутко, конечно. Блин, я не умею так лазить. Первый столб. Высота 80 метров. Периметр 640 метров. Столб второй. Высота 80 метров. Какая-то тропинка туда идет. Забраться, что ли? Ну, вот на втором столбе тут есть какой-то залаз. Все туда идут. Значит, там что-то интересное. Пойдем туда. Много очень столбов. Чтобы так бы понимать, на какое интереснее всего залезти. Да, тут похоже за один день не успеешь все обойти. У меня такой легкий страх. Высоты, конечно, есть. Но очень красиво. Самое главное здесь, если дождь, в дождь вообще не стоит лазить. Можно поскользнуться. И обувь должна хорошая быть. Ой, блин, как же там жутко. Так, блин, дальше тут проход под камень. Так, блин, дальше тут проход под камень. Так, тут очередь на фотку. Сейчас быстренько пройдем тут. Ё-моё. Красиво и страшно одновременно. Все, я возле второго столба так и вхожу. Что-то мне тут понравилось. Там хочу повыше залезть. Там вроде какая-то другая. Другой какой-то залаз есть на более высокую точку. Попробуем сейчас повыше реально залезть. Я опять развернулся. Решил пока, что на втором столбе не останавливаться. Пройду еще несколько, сколько успею. Потом я же мимо второй все равно буду мимо проходить. Бурундук. А я как раз семечки купил. Специально для бурундуков купил семечки. А вот какой-то маленький столбик. Называется рукавицы. Название я все смотрю в навигаторе МАПСМИ. Ну так, такой маленький. Что-то туристы кончились. Хотя народу тут валом сегодня суббота же. Может там они не самые интересные, которые подальше. Может я зря иду, но я иду. Почему никого нету? Ну дальше какие-то они не очень интересные пошли. Хотя у этого тоже есть название. Называется очаг. Вот этот вот. А, сейчас мы залезем и сверху будет видно, есть ли что-то дальше интересное. Что-то интересное видно издалека будет. Да, дальше ничего грандиозного не видно. Возможно они, да, там есть обозначенные на карте. Но они такие же, наверное, маленькие, как этот. Поэтому, я думаю, есть смысл вернуться назад. Ну, время-то уже полтретьего. А мне же надо еще на электричку успеть вернуться. Поэтому лучше время привести более эффективно и попытаться залезть на вершину второго столба. Если там возможно, конечно, без снаряжения залезти. Непонятно, там со снаряжением залезть или без снаряжения. Но там очень высокий столб. Ну, вот другой залаз на второй столб, который попытаюсь сейчас залезть. Надеюсь, получится. Красивый какой камень. Как будто бы сейчас упадет. Дрова внизу там. Как будто бы падающий камень. Кто-то прикололся, поставил палочку. Ну, типа, как будто бы опора. Сложно там, да? Нормально? А где легче залазить? А легче где залазить? Интересно, да? Ну, прикольно тоже так дерево растет. Вот первый столб. И там пытаются залезть, я не знаю. Они, кажется, не могут. Не знаю, смогу, нет я. Блин, капец тут, короче. Не могу я, капец, вообще никак залезть. Просто скатывается. Скатывается, скатывается просто вниз и все. Капец, я не скалолаз ни хрена, блин. Не получается никак. Теперь здесь как-то надо скатиться вниз аккуратно. Вообще, конечно, жалко будет, если я по неопытности, например, ну, вот так вот взял и свалился с этого столба, к примеру. Разбился. И не выйдут больше видео никакие. А я там столько наснимал интересного там и про Алтай. Про Алтай столько видео снял. Жалко будет уже, пропадет видео, блин. Если я навернусь с этой скалы. Поэтому не полезем на скалу. Я лучше что-нибудь еще сниму. Это у нас третий столб небольшой и какая-то скамейка. Надпись какая-то. Какая здесь уютная скамеечка. Посидеть под скалой здорово. Что тут написано? Здесь в 1904-1906 годах под руководством красноярских большевиков проходили собрания революционных рабочих. Ничего себе здесь на столбах проходили собрания революционных рабочих. Четвертый столб. По ощущениям тут должно быть не сложно. Люди там что-то думают. Что заходит. Так, и где тут проход? Что-то я не понял. И как тут пролазить? А, под камень что ли? А, вон он как надо. Что там между камней, да, проход? Обойти надо где-то с другой стороны. Где залаз-то, ё-моё. Откуда вообще? Не пойму. Отсюда, может быть? Наверное, отсюда сначала. Опять не с той стороны что-то я зашёл. Опять надо назад идти. Вроде бы здесь. На начало явно легче, чем на первой. У кого нет опыта, для начинающих, наверное, четвёртая самая оптимальная, наверное. Да, здесь можно залезть. Так, сейчас вот сюда, наверное, опереться и потом сюда перепрыгнуть. Дальше уже легко. Так, теперь подумать надо. Где тут? Что-то не пойму. А, сюда, нет. Здесь не получится. Наверное, скорее всего, сюда надо, направо. Да, вот здесь, наверное. Тут как бы две вершины, что ли, получается. Одна. Вот. И вторая. Как туда попасть, я не могу понять. Это отдельная как-то. Как они туда залезли. Ну, давай залезь. Снизу? Ну, вот здесь залезь. Где? Вот здесь? Я помню, да? Какой жирательный. Я пришёл. Ура! Дерево в скале растёт. Ура! 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 Третий! Субтитры сделал DimaTorzok Удалось залезть на четвертый столб для новичков, это вообще нормальный вариант. В принципе, любой человек может залезть, но почти любой. Главное, чтобы качественная обувь была. Но тоже слететь так тоже можно, да, аккуратно надо. Но по сравнению с первым, четвертый нормальный. Да и здесь тоже вид очень здесь красивый. Здесь все столбы как на ладони. И первый, второй, самые большие видны отсюда. Очень красивый вид. Именно с четвертого столба обалденный вид, на который легко можно, относительно легко забраться на вершину можно. Так, теперь надо как-то спуститься. Ё-моё. Пляха-муха. Да, тут, конечно, неудобняк маленько. Узненькая дырка. И скатиться можно. Ну, все, в пять часов вечера возвращаюсь обратно. Осталось только это. Найти бурундука. Я же специально для бурундука семечки купил. И покормить бурундука хочу еще. Закончилась прогулка по красноярским столбам. Сейчас уже почти семь часов вечером. Сейчас посмотрел в хронологии Google. Получается, пешком пройдено 18 километров. Восемь с половиной часов. Ну, хорошая прогулка прямо вообще. Активная, очень прямо хорошо. Ехать... Доехать можно не только на электричке до хостела. Можно, конечно, на автобусе с пересадками. На электричке, хотя, удобнее, но она не скоро. Там в девять, что ли, через два часа. С другой стороны, я не знаю, чем заняться. Вроде бы, с одной стороны, и лень уже дальше ходить. А с другой стороны, что я там в хостеле сидеть делать? Сегодня утром-то у меня что получилось-то получается. Вот он, этот вход, да, в Красноярские столбы. Я пошел в ту сторону, получается, туда прямо. А надо было идти направо. То есть вот сюда. Я перепутал маленько. Вот сюда, в правую сторону, там начинается пешеходная дорожка. Креактивная, необычная реклама. Написано. Реклама Йота на длинном здании. Надо же так придумать, а. У меня, кстати, Йота тоже пользуюсь. Очень хороший оператор. Мне нравится. Я на маршрутке доехал до Николаевского моста. И, по идее, мне надо было просто с пересадкой поехать дальше до хостела на другом автобусе. Но я решил, лучше я пешком через мост прогуляюсь. Там сейчас будет, ну, на закат через Енисей реку. Думаю, интересно будет пешком прогуляться. Так что прибавится еще к сегодняшней прогулке еще 5 километров прибавится. То есть 18 прошел, еще 5. Получится 23 километра пешком за день. Очень классная разминка. Вообще. Супер просто. Так себя хорошо чувствую вообще. Ну, как бы устал. Но идти могу. Но устал, но идти могу еще. Идем в сторону моста. И мы идем не только мимо туристических мест. А здесь какая-то заброшка. Есть еще один такой момент. Мне иногда вот интересны всякие заброшки. Но на этом канале это абсолютно неприемлемо. Хотя одно видео я делал такое. По заброшку. И потом понял, что это большая ошибка. Потому что это смешиваются разные тематики. И это очень-очень негативно сказывается на канале. И есть мысль по идее сделать отдельный канал про заброшки. Ну, я даже его в принципе создал. Но он пока пустой. Ну, пока видео там нет. Ну, если кому-то очень прямо вот интересна тема заброшек. Напишите в комментариях, сколько таких на этом канале. Кому интересны заброшки. Я оставлю ссылку на другой канал, который будет отдельно про заброшки. Если это много, кому интересно будет. Честно признаюсь, конечно, мне немножко лень идти пешком. Но все ради контента. Чтобы пройти пешком через мост и снять что-то красивое оттуда, с моста. Лестника на мост. К сожалению, людям с ограниченными возможностями проход здесь недоступен. Это, конечно, плохо. А вид открывается красивейший отсюда. Очень длинный мост через Енисей. Енисейская Сибирь. И получается, над этой надписью Енисейская Сибирь где-то примерно в том районе у меня хостел. Где-то я там живу. Не, людям с ограниченными возможностями условно получается есть вот так вот по кругу, по кругу вот сюда дорожка. Но, опять же таки, здесь препятствия. Здесь просто плита лежит. Но вот, к сожалению, такие это есть косяки. Немножко критика, но как без этого? Нельзя делать обзор города слишком приукрашивая. Всегда и везде есть какие-то минусы, недостатки. Я думаю... Мне кто-то привет передает на велике, там ехал. Я думаю, что это правильно, что нужно не только там красивые туристические места показывать, но и какие-то моменты не очень хорошие тоже нужно показывать. И, по идее, хорошо бы, если бы эти минусы как-то исправлялись. Какая длинная пешеходная дорожка, которая... Такое ощущение, что уходит в бесконечность куда-то далеко-далеко. Многие помнят, что в 2019 году в Красноярске проходила Всемирная Универсиада. И вот здесь вот прекрасный вид на Платинум Арена Красноярск. Набережная тут есть, ну такая обычная, асфальтированная. Но это все Платинум Арена. И какой-то жилкомплекс называется Тихие Зоры. Тихие Зори написано там. Человейник многоэтажный. Чуть дальше прошли, и я вижу такая классная здесь прозрачная вода, чистая Венесея. Да, я вижу, камера немножко передает, что там видно дно. Какая-то отмель небольшая. Красиво смотрится очень. Мы сейчас по центру Венесея. Красноярск вот напоминает немножко Владивосток. Прямо вот есть что-то, что-то похожее. Тоже так же дома на сопках, как в Владивостоке. Вот, ну прямо сильно похоже, похоже на Владивосток. Почти уже перешли весь Енисей на другой берег. Я вижу дно, чистая вода. И видно, что достаточно глубоко здесь. Ну вот так прошел первый день в Красноярске. Завтра по плану на Красноярскую ГАС едем на электричке. Что-нибудь там лайки, комментарии можно поставить. А тут что, зря пешком что ли шел? Мне так лень было. Но все-все ради контента. Что-нибудь напиши там, лайк поставь. Это прямо для Ютуба очень сильно надо, чтобы какое-то было продвижение. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!